Сегодняшняя тема называется «Сила образа». У нас, особенно в последнее время, есть такое четкое выражение про людей. Мы иногда видим некоторых людей и говорим, ну ты в образе вообще. Да? Есть такое? И все сразу как бы понимают, да, что есть разница между человеком, его собственной личностью и тем образом, в котором он ходит, живет, думает, говорит и так далее, да, что он себя пытается представить, да. То есть, и мы через это можем понять, что образ на самом деле, он владеет человеком часто. Образ – это что-то духовное, по-настоящему духовное. Образ – это дух. Вот, да, ну, я не буду там глубже идти, давать какие-то там термины, но вот очень много связано с образом вообще в нашей жизни. Мы даже не представляем, насколько важен образ, который мы впитываем. Вот мы всегда впитываем вот образ, вот если мы родились там в определенном каком-то городе, да, и этот город там, например, бандитский. И, например, там вот люди, они там живут, если не на понятиях, то на полупонятиях все. И вот, ну, я просто столкнулся недавно там с человеком с одним, я говорю, ах, говорю, ты из этого города, ну тогда все понятно. И все, и мне сразу все становится понятно, потому что сами родители уже определенным образом воспитывали детей. Потому что когда этот человек рассказывает, у меня папа был очень жесткий, и когда однажды я пришел, меня там обидели, ну, братья или кто-то, или там какие-то родственники, или кто-то, и он пришел, пожалуйста, папе, папа всыпал ему и очень жестко сказал, еще раз ко мне придешь, вообще башку оторву, да, вот это, это что? Вот это называется образ, образ, как бы, людей, образ такое воспитание, да, когда вот маленькую личность уже на раннем возрасте, ну, просто сломали, на мой взгляд, да, когда просто ранили, просто вот, да, сделали его жестким человеком, якобы вот, ну, вот таким вот образом нужно жить. И вы понимаете, вот образ из человека уходит очень-очень тяжело, очень тяжело достать, и мы много раз даже, ну, не подозреваем, что вот мы много раз просто не являемся собой, а являемся просто отражением того образа, который мы, ну, представляем, или который в нас был заложен. Вот вы знаете, что Маугли на самом деле, да, Маугли, знаете, кто такой? Мальчишка, воспитанный животными. И это вот только в сказке так все красиво, что это, как бы, герой, осознающий себя, и очень такой интересный, дерзкий, и потом он вернулся к людям, и все у него хорошо, с животными он там разговаривал. На самом деле, вот Маугли, он невозможен, потому что уже есть такие случаи, когда, вот, я лично про двух давно читал, девочки, их воспитали, я не помню, то ли волки, то ли кто-то другой, которые с ним выросли, и вот они потом попали к людям, люди их взяли, и прошло там уже 10 лет, и люди ничего с ними не смогли сделать. Толком не научили их говорить, только мне ничего не получается научить их не писать, ничего. Почему? Почему? Вот потому что человек, это, ну, как, весь потенциал есть, ДНК есть, все есть, чего нет? Образа нет. Нет, они в своем раннем развитии, они смотрели на определенный образ, и эти животные, они вложили в них образ, все. И этот образ отпечатался на них, и уже ничего не получается сделать с этими людьми, они уже не впитывают ничего. Понимаете, поэтому образ, штука вообще очень-очень-очень серьезная, и так далее. Сейчас я вам покажу, что происходит с людьми, которых захватил образ. Просто вот для иллюстрации, да, я покажу крайние примеры, вы, наверное, там посмеетесь, поужасаетесь, да, но все мы знаем, да, мы постоянно видим людей, идущих там, ну, просто даже, в принципе, там какие-то джинсовые куртки, длинные волосы, вот все вот, он в образе, да, то есть вот у него какой образ, там, музыкант, хиппи, там, да, то есть иногда вот байкера видим, да, вот мы, мне недавно вот, вот один друг, он христианин, и, ну, вы его знаете, ну, не буду уже фамилию называть, вот он, он взял, отрастился вот такую вот, ну, бородку, я тоже хожу как бы с бородой, но, ну, у меня она обычная, вот он сделал вот эту вот, вот такую вот, и я вот первый раз увидел, и у меня вот внутри вот все покорежило, я говорю, ты что сделал с собой? Зачем тебе это надо? Ну, мы друзья, мы шутим, как бы, и я начал просто его проверять вот этими, ну, как бы сами, потому что я почувствовал в этом что-то духовное, говорю, ну, это не твое, это не ты, зачем тебе это надо? Жене нравится, ну, ладно, хорошо, жене нравится это, но все равно. Потом мы с ним дальше, вот мы несколько дней, и я все равно, вот, ну, как бы, я вот чувствую, я говорю, сбери бороду, говорю, ну, я шучу, я, ну, как бы, ну, не твое, вот, Вот, а потом мы с ним там еще какое-то время вместе проводили, и вдруг он начинает говорить такие слова. Вот я хочу косуху, хочу байк купить. Я говорю, во, все понял теперь. Душок залетел. Знаете, вот залетел определенный душок определенного образа, и человек хочет этим насытиться, наполниться ему. Вот понимаете, этот образ является для нас пищей, прибежищем. Это ну как бы вот, ну, мы в нем вот находим себя. Да, вот почему люди это делают, да? Потому что вот они думают, что вот я так буду выглядеть, вот так вот, и это доставляет мне удовольствие. Понимаете, вот все идут за определенным каким-то удовольствием, каким-то наполнением, да? И, ну, много людей, кто там в юношестве переболели разными образами, да? И говорят, ну, дай ему, молодому там, да? Ну, вот этим во все это наиграться, да? Но надо все равно как бы вот, ну, советовать, контролировать там и так далее, да? И поэтому я говорю, ну вот точно, вот тебя байк-то и захватил. Вижу, вижу вот это вот, это отражение того, куда ты как бы стремишься. И все, и мы с ним поговорили. Я немножко вот ему попроповедовал, повскорвал эти вещи. Вчера этот человек прислал мне фотографию. Нету бороды. Я говорю, люблю тебя, брат. А я ему написал, с возвращением. И он тоже там, ну, пишет мне свои смайлики там и так далее. Ну, вот. Поэтому, знаете, вот действительно, ну, человек ищет. Мы все ищем какой-то определенный образ, да? Вот есть образ пастора. Я вот сегодня там куртку свою надел, сумочку через плечо. К пацанам прихожу, говорю, как? В образе, да? Все, в образе. Да, то есть вот людям надо вот соответствовать, да? То есть, как бы люди ищут тоже, да? Ну, то есть, ну, в нормальном, в хорошем образе есть что-то, да? То есть, но Библия нас больше учит все-таки, да? Про духовный образ, про внутренний образ, да? Вот этот внешний образ – это, ну, отражение внутреннего, да? Давайте вот еще вот эти ужасные картинки. Что люди с собой творят в погоне за образом? Да? И, кстати, этот человек разрезал езит, наделал наколок, да? Да, наделал вот эти, вот это все, он не может восстанавливаться. Да что это значит? Образ завладел человеком, да? То есть, другими словами, уже один живет, да? Человек уже не умеет, я не знаю, как ему восстановиться, да? И мы знаем, многие люди, они, ну, я видел, там, да, были скинхэви какие-то, которые были там все в наколках, потом показывают, что он журналист вводит, там огромное количество денег стоит, это вот все свести, да? Но эти уже не восстанавливаются, нельзя было отдать дальше еще много вот таких вот. Вот почему? Можно быстро, да? Можно быстро, чтобы не видеть. Люди парят собой, да? То есть, вот он где-то видит это, да? Вот они тоже, да? Тоже, ну, ну, зачем-то надо, да? Вот они что-то видят это, ну, красиво. Давайте, давай дальше. Вот, дальше. Смотрим тоже, да? Да, вот это тоже, да? Ну, уже вроде русская красавица, но вот во всем черном баллончиком, да? Дальше там, знаете, вот, вот, кстати, это для девушек тоже, вот, осторожно, знаете, двигаем дальше, вот, да? Вот он засунул туда, да, вот, какие-то штуки там, то есть, они уже в погоне за чем-то вот. Ну, просто их много, много набрали, Серега, переборщил, еще половину убрали. Давай дальше, последний. Я просто хочу вам тоже показать, откуда, что берется. Последний, последний, тенденция последнего времени. Двигай дальше. Вот это, да, более неестественная красота, да? То есть, ну, красиво, кухлые губы там, давай, давай, посмотрите. А то, внимание, все, да, а то все, на меня уже смотреть никто не будет. Да, и мы видим, то есть, что получилось, да? То есть, есть вот, ну, естественная красота, есть такой вот современный образ, красивый, да, как вот действительно природные черты лица, может быть, подкачивало губы, да? Ну, если и подкачивало, то чуть-чуть, да? И видим вот эту погоню. Я просто вот размышлял над этим, я думаю, я просто сейчас о чем? О том, что думаешь, как вот этот человек начинает видеть, что это красиво. Потому что все вокруг видят, что это некрасиво. Но этот человек почему-то уверен, что это красиво. Тогда где это красиво? Это красиво в его образе. Все, вот человек нарисовал себе образ, образ завладел человеком, ты человека не остановишь. Все, вот надо, и пошло дело вот уже. Вот, больше, больше, больше и так далее, да? То есть, да, вот я вам просто показал такой пример, да? Вот в этих всех людях, что такое сила образа, да? Как это развивается, что это вещь некая духовная, что это владеет человеком, что это вот, ну, и человек нуждается, по идее, в образе, да? Вот образ, он насыщает нашу духовную потребность, да? То есть, это, по идее, что-то естественное, что нам принадлежит, как каждому человеку. Вот. Знаете, как слово «образ» звучит по-гречески? Слишком сильно. Это не громкость, да, чувствительность. Кто знает, как слово «образ» звучит по-гречески? Айкон. Икона. Вот. Поэтому, да, вот у нас говорят, икона стиля, да? Образ стиля, да, вот этот вот. И про Иисуса Христа написано, что он есть образ Бога невидимого, он есть айкон Бога невидимого, он есть икона Бога невидимого, да? Отсюда у нас и вот эти направления в религии тоже, в плане образования икон. И знаете, мы должны правильно с этим разобраться. Знаете, когда протестанты, они, ну, как бы ворвались, да, в христианский мир, так сказать, да, реформируя всё подряд, они так тоже, ну, очень сильно, да, противостали иконам и всему подряд, да, вот. Не до конца разобравшись тоже, что это, да, откуда это идёт, как это появилось, да, какова всего этого история. И вот, ну, мне нравится здесь исторический контекст, откуда появились иконы, да, то есть, опять же, это естественная потребность человека передавать визуальное изображение. Да, ценностей, да, и люди, мы знаем, в древности многие не умели писать, читать. Но что они умели? Рисовать умел каждый, пускай даже хоть какие-то в этом, да, а некоторые были просто одарованы, там, рисовали, изображали, да. И вот первые, можно сказать, иконы или образы, они появились просто моменты, изображающие жизнь Христа, жизнь апостолов и так далее, да. То есть, вот таким образом это всё родилось. Поэтому у церкви было семь соборов, знаете, да. Вот. И это тоже исторический факт, историческая такая печать Божья, да, что вот на этих семи соборах решались жизненно важные для церкви вопросы. И на первых соборах очень сильно решались вот вопросы природы Христа, Духа Святого и так далее, да, то есть основные такие базовые моменты. Но вот на шестом соборе были отменены иконы полностью, а на седьмом соборе они были опять возвращены. И, как бы, знаете, если там вот копаться, чисто вот так вот логически, кто прав, кто виноват, ну, мы как протестанты, которые, те, которые против икон, можем, как бы, ну, достаточно логически объяснить, потому что на седьмой собор он был такой, достаточно неправильный, там не было позвано половины епископов. То есть, что такое соборы? То есть, уже империя разделялась, ну, как бы, вот эта римская, она там разделилась почти на две империи. То есть, было римское папство там, да, или еще не папство, но епископство, да, и было вот восточное, да, где там Константинополь, да, вроде... И вот там были все эти заместы, то есть, половина епископов не были позваны, то есть, та часть, которая могла проголосовать против и была явно против, большинства людей не было. И, соответственно, было принято, и так, и после этого закончились соборы. И, ну, мне это дает, мне нравится на исторические процессы смотреть непредвзято, знаете. Вот они были и были, они свершились и свершились. Что-то Бог позволил чему-то быть, да, и мы совсем, как бы, ну, не можем, ну, вот это вот, ну, игнорировать, потому что это данность, да. Ну, не было там людей, ну, значит, так нужно было, возможно, с точки зрения Бога, да. То есть, как бы, вот так вот это все произошло, и мы должны, я считаю, именно так это больше и воспринимать, да, что Бог, Он управляет некими большими процессами, чем человек может это понять, да. Потому что между каждыми соборами проходило там по 50, по 100 лет. То есть, это были, ну, и это были значимые события. Там были разбойничьи соборы, да, между основными соборами были еще какие-то полусоборы, ну, на которых печать Божья не поставилась, как собора, да. Но вот на этих семи соборах, как бы, вот, печать поставилась, да, что вот, ну, они признаны, что эти семь соборов. Хотя вот есть некая оговорка, да, на шестом полностью отменили иконы, на седьмом иконы опять вернули, да. Но что я вижу, что иконы послужили свою роль, понимаете? Когда христианство проходило вот это вот средневековье и вот эту вот тьму, да, отсутствие просвещения, отсутствие, ну, как бы, вот настоящего знания, да, что у людей было? Образа. У них были иконы. Они пронесли христианскую веру, глядя на эти иконы, понимаете? Знаете, я сейчас не за то, чтобы мы вернули иконы, я сейчас за то, чтобы мы грамотно оценили, да, потому что если мы, на самом деле, это грамотно оценим и грамотно объясним, знаете, ну, возможно, мы сможем завоевать сердца и приблизить к себе наших братьев православных, потому что они наши братья, и мы должны это понять. Вот, они и христиане, и они, ну, идут вот из этой восточной ветки, да, которая стала за это. Вот, и я, например, вот вам рассказывал, кстати, ну, ладно, сейчас уже не будем искать, но попробуй, Серега, найди, может быть, быстро выведи, или ты, Макс, найди, помнишь, или она у тебя есть, вот эта икона Троицы, этот, как его, Рублев, икона Рублева Троица, ну, забей в этом, в поисковике, нет? Ладно, потом выведут, но я, помните, я вам рассказывал про нее, что там три молодых человека, что там Троица, это не старичок, сын на руках и голубь летящий, да, сверху, да, что, вот, это больше религиозно, но этот человек, Рублев, он смог отразить духовное понимание Троицы. Скажите, аминь. Понимаете, это очень важно, он просто вот в этом образе, вот в этой вот картине, он дал глубину, он дал смысл, он дал силу, и я понимаю, что воля Божья, она в том, что, ну, как бы, вот, понимаете, поэтому там все не так однозначно, да, с одной стороны, правы те, которые говорят, что иконы не нужны, потому что нельзя поклоняться иконам, и это да и аминь. Но оказалось, что вот образ, вот эти образа, они дали какое-то духовное наполнение, понимаете, мы знаем, что вот наш русский народ, он, вот, пускай вот со всеми своими там заморочками, представлениями, но сохранил некую духовность или, можно сказать, душевность такую, да, как бы вот, ну, к здравому смыслу, понимаете, вот этот вот запад, который там идет, вот сейчас вот, ну, вот то, что мы там посмотрели, да, почему, потому что вот тоже они, вот, они тоже, они начали терять образ уже, да, они пошли за определенным образом свободы внутренней, да, но потеряли уже вот, ну, адекватный образ человеческий, вот, поэтому образ вещь очень тонкая, да, очень и очень важная, вот, поэтому, вот, вот, что мы видим, как мы видим, в то мы и часто и превращаемся. И вот я бы хотел, чтобы мы сейчас дали вот Иисуса, да, тоже. Я уже показывал эти картинки, ну, еще раз покажу. Нет, давай сначала. Сейчас вот сразу, уголник есть. Сначала дадим того Иисуса, который мы его представляем, да, вот еще одну картинку, да, вот такого Иисуса мы все представляем, правильно, почему, потому что вот у нас заложили вот определенный образ, вы знаете, это образ, вот этот вот бородка и вот эти усики, например, 15-й век, Испания, Франция, то есть вот тогда была такая мода, то есть эпоха возрождения и ренессанса, я был в Италии, вот, был в музеях, я рад, что я посетил, я был вот в этой вот, в Сикстинской капелле, кстати, тоже сейчас расскажу тоже интересный момент, я вот возмущен был, знаете, еще они, они еще тогда начали, вот, знаете, пытаться наступать на Бога, вот этот вот Микеланджело у нас, кто потолок нарисовал Сикстинский? Микеланджело, кто был, кто видел? Нет никого? Ну, елки-палки, видел лично, сам под этим сидел, там он расписал весь этот потолок, вот прям, я не знаю, там, чем заканчивается, но начинается Эдемом, то есть где змей, Адам, Ева, вкушение яблок и Бог, выгоняющий их из сада, знаете, как нарисован Бог, выгоняющий их из сада, они векают, вот так вот, следы, он нарисован спиной, у него такая повязка, и вот так вот, знаете, вот прям вот, окрыли ногу, знаете, вот прям они огорели, так сказать, Богу вот это место, вот, ну, говорят, что вот этот Микеланджело, он был определенным, да, еще тогда пошло это, вот они там жили монахами и перепутывали все на свете, да, вот, поэтому, да, и, ну, у меня вот лично, я когда это увидел, у меня вот внутри перевернуло, я понял, что это сарказм, знаете, с одной стороны, он, они же, ну, они были люди, он выполнял заказы, да, это, там, гениальный человек, но это человек, который ввел в распутный образ жизни, достаточно талантливый человек, понимаете, и вот он по своему, вот, своей волею, он делал такие различные вещи, как ему казалось, да, потому что, что стоило, ну, нормально нарисовать Бога Отца, да, нет, ему надо было нарисовать так, что у него накидка открыла половину задницы, понимаете, и, ну, вот, вот таким вот образом, вот, поэтому, вот мы посмотрели Иисуса, да, и поэтому, когда мы видим такого Иисуса, там есть еще Иисус с овечкой, и вот был д'Артаньян, Атос и вот арамист там был, вот, вот он, да, вот та же Франция, да, мушкетеры и так далее, то есть вот он, как бы образ, да, и поэтому такого нарисовали, Вы знаете, что в Библии, в Новом Завете, вообще нет описания Иисуса? Нету. Почему? Потому что нам не нужен Его физический образ. Потому что Его физический образ мешает нам. Ну, как бы мешает нам именно впитать тот образ, который мы должны впитать. Мы сейчас к этому как бы перейдем. Вот. Но мне, например, нравится вот эта картинка, которую Максов пытается показать. Для кого-то это будет шоком, но это вот ученые предположили, взяли останки черепов, галилья, в том времени. И это вот невысокий вот такой человек. Вот примерно вот такой народ. Вот ломали его связи. Вот это хорошо, когда что-то ломает, потому что, ну, мы, то, что мы слышим, то, что мы видим в Новом Завете, что Иисус был совершенно обычным человеком. Он ничем не отличался от этих галилья... Вот Петр, правильно? Вот я тебе нам скажу, вот Петр такой, да? Понимаете? Вот он, Петр, такой. А почему Иисус был такой? И мы видим, везде вот эти вот рисунки, картинки, что вот идет этот Иисус, да, вот с этим вот он так вот как-то идет, да? И за ним и мы тут вот эти вот уже руки, да? А реальность была такая, что нельзя их было отличить. Они вот шли вот этой вот, ну, как бы гурьбой такой, и... Потому что, ну, есть свидетельства в Библии, где... Вот даже почему Иуда говорит, вот кого я поцелую, поцелую, тот и есть учитель. То есть, ну, его трудно было отличить, он был обычный. И он вот с ними там сливался, и все, был один из них. Это тоже определенный образ, который Бог нам пытается передать. Например, есть такой духовный образ, как образ Иоанна Крестителя. Знаете, да или нет? И вот этот образ Иоанна Крестителя, опять же, он тоже отражается часто, да? И он имеет какие-то определенные духовные уже отражения, духовные символы. И Иоанн Креститель, он... про него что написано, да? Да? Волосы не стриг, ел саранчу и дикий мед, одевался в шкуры верблюжьи, кожаный пояс. И вот такой вот... А-а-а, что идете ко мне, отродье змеиное? Да, все вот, ну, его нам так вот изображают, да? Но у него было слово Божье, у него было помазание. И люди даже вот, глядя на него, слушая его, говорят, ты не Христос ли, да? То есть, как бы, вот люди готовы, вот, да, вот у них... Почему они так говорили, да? Потому что, опять же, их не стереотипы какие-то, их внутренний образ о праведности настоящей, Божьей, да? Он был вот такой, но он говорит, я не Христос. Понимаете, да? И это тоже очень важно. Почему? Потому что, если, опять же, наше христианство имеет не тот образ, то мы будем отражать его. Поэтому у нас есть часто, да, вот в христианстве куча движений таких духоманских, да? Где люди не едят, не пьют, ну, плохо одеваются, злые там, знаете, вот, ну, раздраженные такие, да? То есть, вот, ну, потому что не доедают, я уже, ну, говорил много про это, да? Я когда злой, я тоже, ой, когда голодный тоже злой. Я говорю, у меня тут, ну, недавно трудное время, вот, вот, когда взолкал, воззвал, такой, с утра, думаю, буду поститься. В обед, думаю, не буду поститься, это тяжело. Потому что я, ну, я, я действительно, я всегда, вот, я внутри себя решил, я буду пытаться быть как Иисус. И вот даже если это не духовно в глазах других людей, или даже в глазах моих, ну, как бы, вот, я не хочу быть Ианным Крестителем, знаете, я, ну, ну, вот, я поем и помолюсь, понимаете? И я у Иисуса это вижу, да, про что про Него говорили? Обжора и пьяница про Него говорили, понимаете? Не просто любит есть и пить, да, как вот, ну, там достаточно такие вот, ну, жесткие иллюстрации, то, что, ну, обжора и пьяница. Он, он, он вот со своей вот этой, ну, ну, настоящей правильностью от Бога, он не вмещался в сознание людей, потому что сознание людей было наполнено другим образом, понимаете? Поэтому, ну, это очень важно, если в тебе есть неправильный образ, неправильный стереотип, неправильное видение, как бы, ситуации, вот этот образ не позволит тебе вместить правильный образ. Скажите Аминь. Вот, поэтому, ну, поэтому, где мы берем правильный образ? В Библии, в Писании, читая Евангелие, только там мы можем получить правильный образ, только эта информация верная, правдивая. Все остальное, это выдумки человеческие чуть-чуть тут, вот я говорю, Иисуса, вот, ну, разным его делали, разным его сделали, да, и, и получается, что, вот, вот, наше сознание заполнили, наше представление заполнили. Многие люди, они, ну, как бы, не хотят вмещать, ну, настоящего Иисуса, и вот, вот этот вот образ, который я помню, был в моей молодости, да, образ христианства такого, если тебя ударили по правой щеке, подставь левую щеку, вот, это почти, это одно из единственных, ну, как это, наверное, единственное, что я знал о христианстве. Представляете, вот, Библия, она какая большая, я ее почти не читал, но вот то, что ударили по правой, подставь левую, я знал очень хорошо, да, и это казалось чем-то неправильным, да, вот, судя по тем, вот, той атмосфере, я даже, вот, ну, как-то, хоть неправильно это говорить, но, будучи пьяным, даже практиковал этот принцип со своим другом, вот, вот, ну, потому что, опять же, да, засело, есть какие-то представления, и ты, вот, ну, думаешь, что так, а когда мы читаем Библию, когда мы читаем Евангелие, мы видим, что когда Иисуса бьют по щеке, Он говорит, если я что-то не так сказал, ты скажи, что я не так сказал, если я сказал все правильно, зачем ты меня бьешь, понимаете или нет, потому что, когда Иисус дает свое учение, это учение, это духовные вещи, это не всегда значит буквальное, много раз это не значит буквальное, поэтому, но, и когда мы не знаем, когда мы вырвали, что-то из контекста, мы имеем не тот образ, но когда я прочитал Библию, когда я прочитал, и я вижу, что не только Иисус так делал, когда Павла били по щекам, Он сказал перед священнику, что ты делаешь беззаконие, Бог будет бить тебя, стена ты подбеленная. Представьте, вот так вот ответил, сначала Иисус ответил, потом Павел ответил, это не значит, что, ну, если ты христианин, ты должен позволять над собой издеваться, аминь. И это очень важно, поэтому, ну, почему мы говорим, что надо Библию читать, да, почему сегодня уже вот не то время, сейчас не время икон, да, то есть, если когда-то было время икон, и они нужны были, потому что, ну, как еще передать информацию, как еще мыслить о том, о ком я почти ничего не знаю, и вот этот вот лучик надежды, естественно, меня как-то, ну, связывает с моим Богом, Иисус Христос, и для меня, понимаете, и Бог, Он работает, ну, как бы Бог, во всяком случае, сохранил саму вот это вот, ну, отношение к Нему, как к Христу, да, вот в нашей стране, да, что мы все-таки христиане, православные, да, но христиане, поэтому, ну, нужно это оценить, знаете, если мы это правильно оценим, если мы правильно сумеем донести до наших братьев православных, то, глядишь, их не сердца, они, ну, начнут осознавать что-то, что, ну, Библию-то нужно читать, что Бог-то открывается, и образ Его, в первую очередь, это духовное что-то, вот, что у Него есть учение, вот, поэтому нам действительно очень важно иметь перед собой образ. Какой-то образ, на который мы хотим быть похожим, да, опять же, слово образ для нас какие-то, образец, да, икона, образец, образ, воображение, тоже связано с образом, преображение, тоже связано с образом, мы вот провели с вами конференцию и говорили о том, что преображающая сила Евангелия, да, что она делает, Евангелие, оно преображает, оно действительно, вот, дает, вставляет в нас другой образ, образ духовного человека, вот, что Иисус отражал, да, Он своим примером, всей своей жизнью, да, всем своим служением пришел для того, чтобы нам отразить вот это Бога, да, образ духовного человека, что такое духовный человек, да, мне очень нравится, что Он именно приходит на фоне Иоанна Крестителя, это моя вообще, как бы, любимая тема, моя боль, да, потому что Иоанн Креститель, иногда это очень опасный образ, знаете, если вот, ну, вот он засядет, то его очень трудно выковырять, да, потому что это образ такой духомании, да, образ того, что, ну, вот, нужно быть аскетом для того, чтобы быть угодным Богу, понимаете, и мы видим, что, ну, в этом что-то есть, то есть, этот человек действительно получает от Бога, имеет от Бога, да, но он не имеет полноты, аминь, да, потому что вот он сам даже говорит, что вот Иисусу, да, дана, да, мне дана только часть духа, да, то есть, а тот, кто вот от Бога, тот, кто с неба, ему дан дух без меры, да, то есть, вот, Иисус имеет правильный образ, да, и Иисус, вот, несмотря на этот правильный образ и реальную полноту духа, ничем не пользуется внешним совершенно, ничем не пользуется для, для как-то вот, для того, чтобы достроить свой образ, да, для того, чтобы, ну, не одевает никаких перстней, не одевает какой-то вот особенной одежды, да, не делает никаких с собой манипуляций, но, и вот, понимаете, это очень тонкая вещь, это тайна, понимаете, это реально тайна, скрытая, то есть, представляете, вот этот Бог воплоти с полной силой духа, полной мудрости, вот так вот мимо людей ходит, живет, и люди совершенно ничего не чувствуют, просто проходя мимо, они, ну, ничего не чувствуют, они ничего не представляют, есть люди, которые просто полностью против Него, и даже говорят, да в тебе бес, даже его родные, и близкие, говорят, поехала, те, которые так близко с Ним находятся, они тоже, как бы, вот, представляете, вот, какова сила образа, какова существует вот эта тайна, когда это Бог открывает, да, что, и вот я сегодня молился тоже, и про это говорил, помните, как Иисус, Он преображается перед своими тремя учениками, Он ведет их на гору, и называется, да, гора преображения, ее назвали, да, и вот это вот, давайте мы откроем, это Матфея, 17 глава, по прошествии дней шести, с первого стиха, взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую от них, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделали с белыми, как свет, и вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие, да, то есть, вот, да, Иисус берет вот этих вот учеников, и перед ними, написано, преображается, и лицо сделалось, как солнце, и одежды сделались блистающими, да, то есть, вот, ну, есть эти моменты, есть эти моменты, когда мы должны их желать, мы должны их жаждать, мы должны их просить у Бога, да, для того, чтобы Бог возьми меня вот в эти отношения, для того, чтобы я смог увидеть, действительно, твой образ настоящий, кто ты, каков ты, я вам сейчас прочитаю его, сейчас его настоящий образ, о котором вы часто не думаете, потому что у вас есть вот этот образ, и вы молитесь часто вот этому Иисусу, который вот, ну, вот с бородкой, и с усиками, а я вам сейчас покажу другой образ, которому мы должны молиться больше, потому что это в откровении написано, это откровение, первая глава, кто помнит этот образ хотя бы чуть-чуть? С 13 стиха, это вот Иоанн в день воскресный, да, или, да, вот он увидел вот это откровение Иисуса Христа, вот это вот, да, называется книга «Откровение Иисуса Христа», что такое откровение? Открытие, да, вот это вот, ну, явление, да, вот когда действительно вот Иисус является Иисусом, Он является Богом, не является вот, ну, как бы вот воплоти человеческой, да, кто Он на самом деле, какова там власть, какова там сила, да, и вообще что это, да, как это вот, ну, как это выглядит, и вот Иоанн видит духовный его образ. И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченному в падир, падир длинная одежда иудейских пересвященников и царей, и по персям, опоясанного золотым поясом, голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих, он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый, с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей, и когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. Вот такой образ видит апостол Иоанн. И представляете, что переживает, он говорит, я, когда это увидел, я пал к его ногам, как мертвый. Силой не стало, просто это, ну, настолько, ну, переживание, это именно переживание. Знаете, у меня, вот, просто хочу поделиться этим сном тоже, у меня есть, ну, тоже, так вот, один сон, и, ну, как бы, вот я его понял, я хочу его тоже, и, может быть, я его рассказывал даже. Однажды, вот, то ли это был сон, то ли была полудрема, но я вот вижу себя, как будто я стою на коленях, и немножко двигаюсь к кресту, как будто вот передо мной крест, и там Иисус, и я вот маленькими шажочками как-то вот так вот, ну, как-то двигаюсь, я не знаю, я понимаю, ну, как бы, я уже потом, я понимаю, что это как молитва, да, как вот те шажочки, и вот я добираюсь, добираюсь, и вдруг в один момент, когда только я этого добрался, вот это вот тот, кто передо мной взрывается вот этим вот светом, с звуком, как ядерная бомба, и меня же захватывает всего дух, и я понимаю, что, и вот это вот в один момент, что это Иисус, и это я, я взрываюсь там вместе с ним, то есть как будто я до этого добираюсь, но это уже, ну, я добираюсь-то к нему, а оказывается, что я добираюсь как бы, как будто к самому себе, и взрывается он, и взрываюсь я вот этим вот, ну, видели вот сейчас в кино, там часто есть такие спецэффекты, когда там вот что-то такое там космическое взрывается, просто вот так вот, и, ну, и как бы я проснулся вот в этом вот, вот в неком переживании вот этой атомной бомбы, этого звука, как бы, ну, определенные символы мне были как бы через это открыты, да, что, ну, мы действительно, что здесь есть, да, что мы движемся, каждый человек, что то, куда мне нужно двигаться, это мне нужно двигаться к Иисусу для того, чтобы мне вот в его образ войти и стать им, и он станет мной, и вот эта вот слава Божья, она будет взрываться, она будет, ну, на самом деле влиять на людей, это то, что Бог хочет, да, что вся тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, да, для того, чтобы, вот, ну, мы дошли до этого состояния. Вот наша, наша, наша какая цель? Ефесянам, раз уже мы туда доходим, 4.13, ну, я с 11-го прочитаю. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего в мужа совершенного, в меру полного возраста Христа. Аминь. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающими всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитроумному искусству обольщения, да, то есть дабы вот эти образы, они не овладевали нами, вот эти вот ветры этих образов, то нравится, то вот надо так, надо так, у нас есть образ. Кто этот образ? Иисус Христос. Здесь написано, в меру, доколе все не придем в единство веры, в познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христа. Аллилуйя. Спасибо апостолу Павлу за такие мощные формулировки. Аминь. Что вот апостол Павел, он вот все там сказал, что это в мужа совершенного, и вот это вот слово, мне так нравится, что вот он, это только здесь написано больше нигде, в меру полного возраста Христа, он добавляет. Потому что, ну, я уже раньше это говорил, молодой Христос, маленький Иисус, это не Христос еще, он не действует еще в силе, он не возрос, он не вошел в свое служение. Понимаете, это не маленький волшебник, который только учится, это обычный человек, который живет среди людей. Аминь. И вот Иисус нам это показывает, а где ты был до этого, где я жил, как человек жил. И это тоже очень важно, чтобы вот наша жизнь, она была тоже среди людей, обычной жизнью, обычной жизнью, но мы движемся. Через эту обычную жизнь мы движемся, мы растем куда? В мужа совершенного, в меру полного возраста Христа. Мы вот в этот образ идем, и дальше мы вот, ну, вот мы начинаем сталкиваться уже с этим образом, что это за образ, да, что это не картинка с иконой, да, что это не вот, вот. Вот, потому что, ну, вот, действительно, я много видел людей, которые этот образ отражают. Блаженны кротки, ибо они наследуют землю. Сели. А что сели? Ну, ждем наследства. Ждем, пока наследуем, да. А наследуют землю кто? Воины. Когда Библия говорит, наследуют землю, это всегда говорится о том, что завоюют ее. Они своей вот этой кротостью, своим воздержанием, своим терпением, своим вот этой сплоченностью и единством в одном духе, они смогут завоевать землю обетованную. Они войдут в обетование Божье, они просто, ну, заставят сатану подчиниться. Не то, что вот мы иногда говорим, сатана пошел вон, а он смеется. Понимаете, вот, знаете, когда человек, который имеет власть, говорит другому человеку, вышел отсюда. Все. Иначе сейчас выведут тебя. Может что-то, да ладно. Сейчас, ребят, выведите его. И все, пришли, взяли и вывели. Вот она власть, понимаете. И когда, ну, сыны Божьи, они, ну, достигнут реальной власти, да, вот, ну, то там не надо будет. Там просто пришли и сказали. Пришли в правительство Самарской области и сказали, ребята, тут что-то не то творится, дайте тут в порядок приводите дела. Иначе придется вас убирать. Ну, просто, ну, как бы, и все, вы лучше сделайте все нормально. И, знаете, если ты вот сейчас такой, ты можешь кричать, во имя Иисуса, там, тебя просто в психушку отправят и все. Понимаете, поэтому, ну, нужна реальная власть, нужно реально, что ты из себя представляешь, кто ты вообще, да, что за тобой, да, какая сила у тебя, какая власть у тебя, да. И так далее. Вот. Итак, да, мы посмотрели. Мы можем еще несколько стихов прочитать. Давайте откроем 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих, да, что мы вот преображаемся. 17 стиха. Господь есть Духа, где Дух Господний, там, свободно. Свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Да, вот теперь, да, когда мы уже поговорили об образах, мы еще больше понимаем, что нам, вот как в зеркале здесь написано, я всегда думал, ну, как это, кто в зеркале, я в зеркале, или я перед зеркалом, или как вот это вот работает. Но Павел, он, я думаю, что он использует этот вот принцип, он говорит, как в зеркале преображаемся, да. Это не то, что ты стоишь перед зеркалом, потому что если ты стоишь перед зеркалом, то ты себя же как бы отражаешь. Вот, поэтому мы не перед зеркалом становимся, а мы становимся зеркалом, как бы, и по принципу зеркала, да, начинаем просто вот, смотрим на этот образ, смотрим на Христа, размышляем о нем, думаем о нем, смотрим, читаем Библию, стараемся поступать так, как он говорил, да, практикуем Евангелие, практикуем учение его, да, вот таким образом мы на него взираем. И мы преображаемся, понимаете, мы преображаемся, мы насыщаем вот эту нашу духовную потребность иметь перед собой образ, правильный образ, и нам не нужно уже длинные волосы, нам не нужно уже прокалывать, нам не нужны губы, нам на самом деле ничего не нужно. Мы как апостол, ну не как апостол, как царь Давид, говорим, ничего не хочу на земле без тебя, или как-то вот там похожие слова есть, да, что, ну действительно, мне вот, ну не столь важно земное, потому что вот, ну мне главное, вот, ты есть, мне есть кого отражать, и это бездна богатства и премудрости. Вот, поэтому, действительно, мы отражаем, и еще очень важно, да, вот здесь, для того, чтобы отражать, как это работает. Давайте откроем 1 Коринфянам, 4 глава, 4 глава, 16 стих. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Вот апостол Павел пишет, да, посему умоляю вас, да, он даже, вот понимаете, вот что заключается в настоящей духовности, настоящая, да, что, вот, это в 1 Коринфянам, кстати, написано, да, что были там, помните, я Аполосов, я Павлов, я Кифин, да, а я Христов, да, то есть, вот, 4 категории людей, опять же, да, весь вопрос в образах, да, вот, каждый отражал, вот, что, что, как бы, им, ну, нужно было, да, одни смотрели на Петра, другие на Аполоса, третий на Павла, четвертые ни на кого не смотрели, были очень гордые, да, а я Христов, вообще, этому вообще ничего не скажи, знаете, да, что вот это вот, самая опасная категория, которая вот так вот говорит, знаете, а я Христов, и все, и не надо мне ничего рассказывать, вот. Вот, но апостол Павел здесь нам открывает принцип, да, подражайте мне, как я Христу, знаете, мы действительно, вот, из-за множества образов, и из-за того, что у нас нету по-настоящему на что опереться, да, потому что и учений много, и Библия, она большая, если никто нас не научит, если никто нам не передаст и не расскажет, мы будем вот из обрывочков, из каких-то что-то составлять, и можем просто вот всю жизнь свою на это потратить, и так и не прийти в правильный образ, поэтому Павел говорит, подражайте мне, и он не говорит, что подражайте мне просто, но он говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу, да, подражайте наставникам вашим, да, то есть, как бы, действительно, вот, ну, вот в этом очень важно, да, то, чтобы мы имели перед собой реальный образ, реального человека, который, ну, по нашему мнению, по откровению, который дал нам Бог, да, который, вот, ну, есть в нашей жизни, потому что, ну, я верю, что, вот, ну, оно есть. У меня такие люди были, знаете, и я, как бы, вижу, что, если человек кричит, если человек настоящий, у него такие люди будут, кого отражать, да, с кого брать пример, да, и, понимаете, мы не должны отражать все с этого человека, не должны, что он говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу, вы, как бы, смотрите на меня, и смотрите, как бы, вот, что из этого, ну, делаю я, я, потому что, ну, есть то, что делаю я, просто как я, как человек, этому не надо подражать, но если ты видишь, вот, ну, как я практикую учение Христово, и если я, ну, как бы, ты видишь в этом уровне, ты делай это, потому что, вот, вот это вот слово, научите, да, научите все народы, это не о том, что встали за кафедру, и сейчас я вас всех научу. У, вот, в этой раввинистической культуре, там, вот, ученик, он становился учеником раввина, как бы, вот, полностью ему подражая, полностью перенимая его учения, образе мыслей, образе жизни, это не были просто слова, просто делай так, 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 как я тебе скажу, нет, это было, вот, полное, вот, подражание, поэтому Иисус приходит в это время, вот, этого расцвета израильского, на самом деле, вот, когда Иисус пришел в Израиль, это было самое благоприятное с духовной точки зрения время Израиля, когда, вот, ну, они, исполнение закона и духовное понимание достигло очень высокой точки, Иисус, но, но все равно Иисус приходит, да, мы понимаем, что он приходит выше этого всего, да, и он говорит ученикам, если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев и законники, и законник, вы не мои ученики, вы не мои ученики, вы не войдете в Царство Божие, да, он говорит, делайте все, что они говорят, но не поступайте, как они, потому что они это делают для людей, потому что это лицемерие, да, и так далее, то есть Иисус, Иисусу нужна платформа, и он приходит на эту платформу, да, на платформу Яна Крестителя, который вот в этом своем аскетизме тоже достиг определенного духовного уровня, но Иисус говорит, и это тоже не то, да, и вот, ну, вот теперь, вот, посмотрите на все эти вещи, и вот, ну, посмотрите на меня, на самом деле у Иисуса были посты, да, если вот так вот взять, что я там часто против постов, и, но мы видим, что эти посты были скрытые, понимаете, он не постился на показ, да, и мы просто знаем про эту пустыню наверняка, потому что он рассказал, там нужно было рассказать про дьявола, да, и про это искушение, вот, но в жизни Иисуса мы вот видим вот этот вот, он постарался убрать все ненужное, все псевдодуховное, все, что отвлекает взор от истинной, вот, ну, праведности, и какой он был, да, какой он был, он был добрый, он был открытый к нуждам, да, он полностью в себя всего посвятил на служение, да, однажды один, там, фарисей ему говорит, учитель, я пойду за тобой, куда ты пойдешь? Он говорит, да, птицы имеют гнезда, лисицы, норы, а сыну человеческому негде голову преклонить, и, да, это говорится о том, что, ну, вот, Иисус действительно, вот, ради, вот, служения, ради посвящения, он, ну, вот, вот, он дает такой образ, понимаете, и, ну, и мы сейчас перейдем достаточно жесткие вещи, которые люди, ну, часто не любят слышать, потому что тоже это является его образом. Давайте теперь мы посмотрим образ мира, да, это тоже образ, который в нас отражается, отражается, если мы, и много раз, вот, мы ехали с Алексеем разговаривали, и у него, ну, есть периодически, он иногда ко мне обращается, там, дай тысячу рублей, я этим людям отправлю, дай 500 рублей, я этим людям отправлю, у него там всегда какие-то люди, которые нуждаются, и он очень мало спрашивает для себя, но, когда приходит какая-то вот ситуация, хорошо, что он не слышит, вот, когда приходит какая-то ситуация, он становится другим, он становится, вот, ну, таким, что, вот, вот, для других он просит, и, вот, я знаю, там, вот этому надо отправить, у него нужда, и я вижу, что он искренний, что он, я говорю, точно не потратит на наркотики, а он говорит, нет, там еды нет, там туда-сюда, я говорю, ну, хорошо, и, вот, понимаете, ему нравится делать эти, вот, дела, ему нравится быть полезным, ему нравится, вот, быть, ну, отвечать на нужды, и он, я говорю, и, ну, для себя он часто очень скромный, и, вообще, там, сто раз подумает, засомневается, прежде чем что-то спросить, а если потом спросят, и я дам слишком длинную паузу, он скажет, нет, ну, и не надо, ну, вот, поэтому, да, не все так могут, да, не все, не все такие, но бывают такие люди, вот, и он мне рассказывает, там, вот, про одного парня, тоже, там, какая-то девушка тоже к нему обратилась, у нее еды нету, там, дети маленькие, мы ей, там, скинули тысячу, и это в его, как бы, районе, городе, он начал, там, обзванивать местных христиан, своих друзей, там, что, ну, привезите продуктов, ну, съездите, возьмите на служение, человек, ну, вот, ну, нуждается, там, туда-сюда, и вот он от одного, там, да, че ты теперь, ну, как, и вот ему христианин, ходящий в церковь, начинает говорить, там, да, да, че теперь, мы сейчас всем, что ли, будем помогать, ну, сейчас ты, вот, всех-то, да, и вот, и он мне может сказать, я такой, я, говорит, я ему так высказал, говорит, ты че, говорит, я вижу, говорит, как ты живешь, говорит, я вижу ваши, там, вы христиане только по воскресеньям, вот, а сами, вот, я вижу, как жена, там, в инстаграмчиках все вот эти вот, то еду, то это сфотографирует, а тут это вот, и он ему как, вот, выпалил там все это, и вот он мне потом рассказывает, что, потом он пожалел, что, ну, переборщил на человека, там, позвонил ему опять, говорит, там, Колян, там, извини, я тут, а Колян ему, знаешь, что говорят, да не, лег, все правильно, ну, и они съездили, они помогли, на самом деле, понимаешь, и, ну, как бы, и вот, ну, иногда вот приходится вот таким вот образом умирать, да, как бы, вот, ну, как за каких-то людей, то есть он не только там этой девушке помогает, да, которые там деньги, которые он ей организовал, он этим христианам помогает проснуться, да, потому что эти христиане там тоже про нас периодически там говорят, да, у вас там классно, вот, и как вот вы там, у вас как-то по-другому, знаете, ну, говорят только, да, а у самих, когда приходит вот этот вот момент, да, просто вот, ну, отреагировать там на нужду, и все, человек часто закрыт, почему? Образ этого мира часто, да, вот, образ этого мира, это, ну, одним словом, эгоизм, понимаете, вот, вот дух этого мира, все, сердца людей закрыты друг от друга, все живут вот для себя, что даже если кому-то дать, нужно вот точно убедиться, чтобы это вот, ну, не пошло куда-то в сторону, иначе ты просто не переживешь этого вообще, да, она здесь сядет и квакать будет, как же так, если я делаю, то я должен сделать обязательно, чтобы вот, ну, в правильное место пошло, а мне вот, ну, недавно человек, ну, вот он, он сейчас у нас в центре, да, и как бы, ну, я верю, что жизнь меняется, но он иногда приходил на служение, и мы за него молились, а потом он приходил, чтобы стрельнуть денег, и стрельнуть денег, возможно, на наркотики, но я говорил, я говорил ему точно на хорошие вещи, да, точно на хорошие вещи, он брал эту тысячу рублей, они кололись там с другим другом, и размышляли, слушай, другой говорит, ну, как он тебе дал, ну, он же знает куда, это я сам не понимаю, гады мы последние, знаете, вот они, и они вот в этой вот, ну, вот в этой вот всей ситуации, понимаете, ну, как бы, ну, мы действительно должны давать часто, мы должны вот, ну, понимаете, не все контролировать, пускай Бог разбирается, да, кому, куда идет и так далее, опять же, да, конечно же, не должны мы, да, ну, зная, заведомо, да, но любовь написана, она всему верит, и у меня, как бы, если я люблю, если я даю из любви, у меня есть право верить, я люблю, я даю, все, я верю, что я, и он говорит, ну, и он говорит, потом мы с ним разговаривали, и он говорит, ну, как ты, ну, как ты давал, я говорю, ну, я просто верил, что ты мне говоришь правду, и мне, у меня мир на душе, мне спокойно, я верю, что у тебя действительно нужда, и у тебя, да, я допускаю, что ты, скорее всего, там куда-то не туда, но я предпочитаю верить, поэтому любовь всему верит, аминь, и такой образ мы видим в Иисусе Христе, да, что вот он, он любовь, он всему верит, он, он дает людям шанс, он, ну, не ждет от людей быстрых изменений тоже, да, он понимает, да, поэтому мы, мы это и прочитали, что наша цель, это в образ, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христа, да, не просто не пить, курить и матом не ругаться, и у меня мир, и у меня хорошая семья, у меня, вот, Евангелие процветания, у меня машина, я вот добился своих целей, да, и вот я вам сейчас дам вот эти тоже картинки, образ этого мира, да, вот, ну, деньги просто, да, дальше, да, вот, да, вот, хорошая картинка, да, на которой человек просто, вот, он себя видит иногда, для нас для мужиков, это вот, ну, лучше нет, белые кроссовочки, чистая маечка, кабриолет, лето, где-то, куда хочу, сделаю, что хочу, вот он, ну, вот, с этого мира, да, то, что мы насыщаемся, вот тоже, да, урок, вот такие вот завтраки, проснуться с утра, вот, с таким вот видом, вот оно счастье, да, вот, то, что нам, как бы, мне привозило, то есть, вот, сказочку такую, жить в таком домике, у меня тут лодочка, куча вот цветочков, да, саток, и все у нас, да, вот, тоже вот во всем белом, с сыночком, все хорошо, да, вот, маму, там, все, ну, счастье, правильно, и деньги есть, видно, да, и дети есть, да, вот, там, да, дальше, конечно, еще есть, нет, ну, по-моему, еще там, вот, тоже, да, вот так, есть еще, вот сколько смог, столько приготовил, я понимаю, что, что там еще? Три шестерки, ну, вот, видите, даже символ, да, Бог, Бог даже говорит, вот, да, что такое, да, 666, да, знак зверя, это не только знак дьявола, это 666, это число человеческое, понимаете, это, вот, человек, достигший своей полноты, как человек такой, да, вот, реализовавшийся человек, и, понимаете, вот, вот, образ этого мира, мир, да, он нам рисует эти образы, и опять же, что мы хотим? Не имея каких-то других образов, мы, вот, всячески хотим этого добиться, вот, нам действительно нужно это счастье, нам нужен этот домик с цветочками, нам нужна эта машина с белыми кроссовками, с нашими, да, вот, ну, серьезно, вот, вас мучили образы, когда, я помню, я когда молодой столкнулся, вот, с этой, вот, вообще, я сейчас, вот, ты же себя так познаешь только, я помню, как я себя, вот, когда нет ничего, да, там, эти девяностые, да, эти джинсы-мальвины, да, которые, за которыми, там, ты готов душу продать просто за эти вещи, там, какой-нибудь турецкий свитер, там, у тебя какой-то один образ, и ты в этом образе себя, ну, как, увидишь, еще до того, как он у тебя появился, вот, как-то 90-е переживал, там, да, вот, это вот, вообще, страшные вещи, я помню, там, а у меня еще мама шила, а брат любил, там, что-то придумать, и я помню, там, вот, я покупал, покупали какую-то ткань, я помню, там, красные штаны, там, мне нужно было сшить, там, ну, просто, и вот, я помню, как меня эти образы мучили, что, вот, я иду, они у меня, ну, вот, мы до сих пор все, вот, ну, живем, правильно или нет, вот, в образах, да, что часто проблемы могут быть, вот, просто даже в семье, например, у меня вот с женой часто, ну, не часто, ну, вот, когда бывают какие-то скандалы, в основном причины – это образы неправильные, да, что, вот, у нее относительно меня какой-то неправильный образ, и у нее относительно ее же жизни тоже какой-то неправильный образ, что вот так вот должна, она мне будет ну вот посмотри саша и вот фотографию тоже какой вот хороший муж тогда и ну как бы но человек который там много денег и они периодически в фейсбук выставляют там то они там же на не такие красивые у них вот тут фотографии такие красивые но знаете я я я знаю что происходит в семье этих людей понимаете я знаю эти боксерские ринги которые там происходит я ну как просто вот ну так так получилось что я это знаю и я не хочу этим как-то там хвалиться или как бы вот нужд ну и даже раскрывать какие-то вещи но я говорю вот часто за этим образом вот на этих фотографиях и даже вот да идут сынишка и папа мы знаем что там может быть что там может быть такая лютая ненависть такое неуважение друг другу или такая манипуляция одной личности на другую что жить там невозможно просто ад понимаете что вместо вот этой вот красивой семьи там просто ад и все что у них остается это иногда смотреть на картинки и думать ну люди думают что все нормально да вот ну хотя бы с виду мы то есть и ты хотя бы чуть-чуть как-то вот утешаешься и наполняешься что ты хотя бы вот с виду ты вот у тебя все в порядке красивая машина внутри очень часто бывает просто ад на самом деле да за всеми этими образами поэтому да поэтому нам даже библия говорит о том что какой образ должен быть у женщины да и это знаете это религия опять взяла все сказал так волосы и длинные нельзя краситься нельзя украшение нельзя и так далее но там не об этом библия говорит что красота кроткого внутреннего человека да вот он истинный образ женщины это 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 хранительница очага она там работает допоздна там вот у нее всегда есть там приготовить я не помню дают если если почитать эту где написано люблю это вы знаете классно я не знаю где да вот я про это что вы должны знать да а я не должен знать а мы иногда друг за другом знаем да я поэтому к люди там женится я говорю вот то что написано тебе знай ты а то что написано тебе знай ты не пользуется тем что написано ему не надо а ты а ты ее образом ее до каждому нам дан вот этот образ чё где у нас это раз у нас этому уделим вам внимание сегодня дорогие сестры при 41 да конечно же конечно и для церкви тоже я бы так сказал не мне просто нравится как здесь вот все это именно вот именно вот сама организация там какая да кто найдет добродетельную жену цена и выше жемчугов десятого стиха уверены в ней сердце мужа ее и он не останется без прибытка она воздаст ему добром а не злом во все дни жизни своей добывает шерсти ли он и с охотой работать своими руками на как купеческие корабли издалека добывать хлеб свой похоже цыганская семья мужчины работы они практикуют это все до а у нас стоит еще ночью на юрира издает пищу в доме своем но нет ладно не будет ну но все равно да что опять же ветхий завет до что то там так что там не так, вот, но Библия нам дает эти образы и образы эти духовные, да, в первую очередь, и вот, ну, про образ мира давайте прочитаем, сейчас я, 1 Коринфянам 7 глава 30 стих, вот, ну, мы вот идем, вот, понимаете, я не просто так поставил проповедь, что мы действительно вот в Иисусе должны увидеть не просто образ человека, мы должны увидеть вот именно образ мышления, образ, который противостоит образу мышления этого мира, да, потому что что мы говорим про мир, да, мир есть похоть плоти, похоть отчая, гордость житейская, да, все, чем люди так гордятся в этой жизни, вот то, что мы посмотрели, вот они эти картинки, вот тебя этот мир побуждает, вот ради этого нужно жить и так далее, да, Библия нам говорит другое, но Библия нам не говорит, опять же, про Иоанна Крестителя, который говорит все, да, шкура, пояс, акриды и дикий мед, больше ничего, да, нам дает Иисуса Христа, который любит есть, любит пить, красиво одет, да, мы понимаем, что он был нормально одет, помните, его воины делили его одежду, это говорит о том, что его одежда стоила, да, что на тот момент одежда, ну, она ценилась, да, у него была хорошая нормальная одежда, вот, и поэтому мы полностью все анализируем, да, седьмая глава, ну, ладно, с двадцать девятого стиха, здесь немножко из контекста вырываем, где проженить бы написано, но все равно вот эту мысль Павла услышите, я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, а плачущие как не плачущие, радующиеся как не радующиеся, и покупающие как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего, и пользующиеся миром сим, а, ибо проходит образ мира сего, а я хочу, чтобы вы были без забот, да, то есть вот, вот чем учит Библия, да, что вот когда мы имеем вот этот образ этого мира, это ведет нас к заботам, ведет нас к переживаниям, ведет к нас вот к тому, что ну хочу, ну у всех есть, но почему я не могу, ну хочется и так далее. И ну как бы Библия все понимает, и ну как бы Бог это все знает, да, и что мы тогда там, против машин, против денег, против семей? Нет. Но мы против забот, против вот этой вот неуемной похоти, против того, чтобы этот образ владел нами, против этой одержимости, что это самое главное, да. И Библия говорит, что ну нам на самом деле нужно вот кто имеет, будь как не имеет, а кто не имеет, все равно не переживай, что не имеешь, потому что ну не в этом всем настоящее счастье, настоящая радость, да. И да, Библия нам говорит, прежде всего заботись о Царстве Божьем, а остальное все приложится. Бог позаботится, Бог знает, что вы имеете всю нужду, говорит, маловера, у вас волосы на голове посчитаны, да. То есть и нам Иисус вот в своем образе, Он показывает, как человек ходит, и ну как бы его нужды постепенно, ну как-то вот восполняются, Он служит, Он живет. И еще один пример, это молодой богач. Вот то, что я увидел. Матфея, 19 глава, 21 стих. Там просто очень хорошие слова написаны. В отличие от других Евангелий, еще такая вставочка есть для молодого богача. Потому что вот во всех Евангелиях эта вот история с молодым богачом, она чуть разная. В Евангелии от Марка она своя, в Евангелии от Матфея она своя. И вот 19 глава, 16 стиха я прочитаю. И вот некто, подойдя, сказал ему, учитель благий, что сделает мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему, какие? Иисус сказал, не убивай, не прелюбай, действуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне? Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Вот с чем здесь Иисус борется. Против чего Иисус здесь противостоит. Он говорит, мы видим, что вот оно, крестьянство часто, оно достигает определенной какой-то точки. Слушай, ну, я все, ну, не чувствую, я не пью, не курю, о родителях забочусь, хороший человек там и так далее, но вот что-то не достает, да? Что вот, ну, как дальше, где дальше, есть ли что-то большее, да? И вот с этим этот молодой человек приходит к Иисусу, да? И мы часто видим, что вот, ну, как бы эту историю говорим о том, что вот, ну, иди, там, продать надо, да, ценности там и так далее. Но что Иисус там у него увидел? Что вот этот человек, он, ну, дошел до определенной точки, он говорит ему, если хочешь быть совершенным. А мы читали, кто такой муж совершенный в меру полного возраста Христа, да? То есть, есть определенный образ мужа совершенного, да? И вот этому образу мужа совершенного не хватает чего? Убрать из твоей жизни образ этого мира. Вот, несмотря на то, что, вот, понимаете, то есть, можно быть христианином, можно быть верующим человеком, исполнять заповеди и не иметь этой духовной настоящей полноты, не перейти вот в этот переход и так и никогда не вкусить настоящего христианства. Если, ну, в твоей жизни есть вот этот вот стереотип, образа этого мира, да? Вот он в тебе просто, ты не представляешь своей жизни без этого, да? И мы видим, что этот молодой человек, он отошел опечаленный, потому что Иисус коснулся самого дорогого. Иисус коснулся самого любимого. Иисус коснулся вот этих вот картинок. Не забирай у меня этих картинок, не забирай у меня этого образа. Мне нравятся эти белые кроссовки и эта машина. Понимаете, мне нравится ходить с маленьким ребенком по пляжу на Мальдивах. Мне нравится, мне хочется, да? А Иисус говорит, а хочешь быть совершенным? Хочешь дальше? Хочешь вот, ну, как бы, как я, да? Хочешь почувствовать вот эту водимость Духом Святым, да? Пойди, продай, попробуй, да? Попробуй. И, ну, я действительно, вот, ну, я это понимаю, я вот понимаю, что сейчас образ этого мира владеет большинством людей. Вот это вот, это то, что вот я вижу. И, понимаете, я могу сглаживать углы, могу не сглаживать углы, да? Но все равно люди часто остаются при своем. Не трогайте мой мир. Не трогайте мой образ. Не трогайте мое счастье, да? И так далее. Потому что, ну, вот, есть оно у меня, и не так оно мне легко досталось, да? А Иисус говорит, что если кто не возненавидит отца, матери, детей и так далее, да? Если кто не оставит ради меня то-то, 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 да? И мы когда видим, когда Иисус уже ближе к концу своего служения, да, ученикам уже не молочко начинает давать, а говорить им о том, что, ну, ребят, все, вот до этого момента, чтобы в следующий класс перейти, вы должны услышать определенные вещи. Вы должны эти вещи услышать, знаете? И, ну, и вот эти вещи услышать, ты представляешь? Ну, как бы, вот. А не слышать это от человека. Если кто не любит что-то, либо другое любит больше, чем меня, он не просто там, там, не попадет в рай, там, да, или там не спасется, он даже, он не может быть моим учеником, он говорит. А мы спокойно часто называем себя его учениками, любя этот мир полным сердцем и не позволяя вот даже, даже коснуться, даже что-то не говори мне даже про вот это, да, то, что я говорю, я, ну, я со многими христианами общаюсь и общался, и когда они смотрят на мою жизнь, ну, я как бы рад, что Бог так, ну, меня повел, и они говорят, ну, я не представляю, как так, как так можно, как вот, а как вы, а как с женой, а как? И, а я говорю, вот в Библии написано, кто женат, то будет как не женат, вот, и, ну, и я просто знаю, что, ну, как бы вот, ну, Бог повел, значит, Бог повел, значит, он усмотрит, значит, ну, есть определенное время, и вот я вам говорил про Раймундо, но я до сих пор восхищаюсь его жизнью, я не понимаю это, если честно, я не понимаю, как это вот сейчас вообще, ну, людям можно вместить, он из Америки с маленькими детьми, я не знаю, они вот такие вот были, двумя, а двое еще родились в Мексике, с женой, продав свое какое-то там имение, бензоколонки там какие-то были, ну, я не думаю, что это какие-то там дорогущие были бензоколонки, вы видели какие-то в Америке иногда бензоколонки, вот, у нас тоже такие иногда есть там на отшибе, которые, если у тебя кто-то купит, то ты его забирай бесплатно, лишь бы мне налоги не платить там за нее, или не сносить ее, вот, но уехал и жил, ну, вот, по вот рассказам, есть даже фотографии, там у него был вагончик 8 на 3 или 6 на 3 с текущей крышей, вот, ища Бога, проповедуя Евангелие вот этим вот мексиканцам, ну, просто я слышал такие вещи там про него, когда там, вот, у одного мексиканца там тоже какая-то была лачуга, и у него был сын, которому нужна была комната, и Раймунд сказал, давай я тебе буду там вот, ну, кирпичей тебе навожу, он просто собирал там периодически откуда-то со строек там кирпичи, за какое-то время навозил, потом помог построить ему, ну, как бы комнату, у него у самого была нужда не меньше, понимаете, и я, я вот Раймунду еще понимаю, знаете, я не понимаю его жену, если честно, как она смогла на такое пойти, да, куда делись такие жены, скажите мне, потому что я, ну, многих вижу своих ребят, которым ты говоришь, ну, вот там, я имею в виду христиане, да, ты говоришь, ну, вот мы можем, можете приехать, можем служить, и ты понимаешь, я бы не против, я бы не против, ну, я даже не представляю, как об этом сказать туда, меня просто разрежут и выгонят, понимаете, там, и, а что уже говорится о том, что вы там, вот у них там две квартиры, и я там иногда рассказываю, ты представляешь, говорю, если ты продал в Москве свои две квартиры, ты бы сюда приехал, у тебя было три реабилитационных центра там, да, ну, это я просто так вот, да, там, ты здесь купил дом, четыре квартиры, и у тебя бизнес еще и так далее, ну, просто вот, а люди, ну, вот люди вот привязаны к этому всему, люди привязаны к этому всему, и думают, что, почему, потому что вот этот образ, понимаете, вот этот образ, а я вам вот слова Иисуса просто прочитаю, я говорю, я, ну, как бы, я вас предупредил, что я немножко какие-то вещи скажу достаточно жесткие, ну, потому что, если я их, как бы, не скажу, образ будет неполный, понимаете, вы не поймете, вот, ну, да, что я вас довел, вот, ну, давайте будем смотреть теперь на другого Иисуса, вот такого, которого, вот, ну, там нарисовали, такого обычного, да, и который любит есть и пить и так далее, но в первую очередь я вижу в образе Иисуса именно вот эту вот жажду и любовь к Богу, понимаете, он человек духовный, который себя всего отдает вот в эту жертву живую, то, что Павел говорит, да, принесите жизни свои в жертву живую, не надо сейчас за него умирать, он уже умер, а вы в жертву живую, вы возьмите просто вот, ну, почему, если вы христианин, почему вы не можете включиться там на что-то, ну, серьезно, я иногда просто думаю, да, там, вот, вот, не хочу говорить буквально, но, похоже, придется, да, иногда есть дачи, гаражи и так далее, и они так до твоей смерти и будут, и останутся, и потом еще и внуком, да, а могло бы пойти, вот, ну, в Божье дело, и я вижу, что, ну, я к этому, как бы, не призываю, понимаете, потому что к этому, ну, напрямую призывать опасно, я сам этого боюсь, и, но, с другой стороны, не сказать об этом не могу, потому что сам Иисус об этом говорит, просто если я вам кому-то, ну, как бы, опять же, не скажу, я буду уже виноват, потому что, а вдруг, а почему вот мне не сказали, а я вот, ну, действительно, вот до меня, как бы, ну, не дошло, мне не сказали, что, оказывается, вот так вот можно, и я не вошел там в какую-то свою полноту, в свое совершенство, я не оторвался там своими ногами, вот, ну, я немного могу про Райту сказать, да, вот, что я вижу, как бы, что, там, вот, эта организация хорошая, Божья организация, она сделала немножко неправильно, что, когда они приняли всех этих людей, да, вот, в лоно церкви, так сказать, да, это вот революционный центр, они взяли все посвящение людей, все ихнее время, всю ихнюю жизнь, да, и, как бы, да, и вот, ну, приняли это и сказали, вот это надо, вот это надо Бога, это была такая, ну, как бы, вот, политика, откровения, так жили, это все по-настоящему, но они не предложили людям прийти полностью, знаете, они не предложили людям вот то, что у них есть там где-то дома, наследство или еще что-то сказать, а ты давай, ну, как бы, ну, не, потому что, да, это тогда секта будет, сейчас мы будем, как бы, мы испугаемся, но мы не даем человеку возможности даже, да, войти в эту реку полностью, оторвать ноги от одна, понимаете, потому что если человек живет, и вроде он здесь посвящается, он здесь отдает свою жизнь, но у него есть просто мысль, что однажды он может туда вернуться, у него там что-то есть, его там что-то ждет, то получается человек раздвоен, то получается человек не может достигнуть совершенства, а соответственно он не может пережить вот этого полного водительства Бога, понимаете, и вот это вот страшно иногда, понимаете, когда вот это вот полупосвящение, когда иногда не хватает ингредиента, поэтому, ну, Иисус, Он говорил об этом, ну, по-настоящему искренне, поэтому мы читаем про таких мужей, как Варнава, да, который принес, и я об этом, ну, часто говорю, не главное, чтобы ты принес, главное, чтобы ты сам пришел полностью, понимаете или нет? Потому что вот это то, что вот после того, как Он принес, Он получил внутреннее свидетельство в освобождении вот этого духа, что все, я здесь полностью, у меня нет вот этого заднего, понимаете, у меня нет этого туза в рукаве, понимаете, вот такие люди нужны Богу, вот такой был Иисус Христос, вот такой образ я Иисуса Христа вижу, понимаете, а мы иногда, вот, ну, а как же, ну, потому что есть образ этого мира, а как же я, куда же я вернусь, А как же вот, а кто обо мне позаботится, да? И соответственно, ты уже предпочитаешь сам о себе позаботиться, где-то крайней мыслью, понимаете? Извините меня, что это достаточно жестко, но я вам духовные вещи рассказываю, да? Но я знаю, что если это начнется, если люди, ну, если вот церковь станет так жить и найдутся эти посвященные люди, найдутся эти варнавы, которые в первую очередь придут сами, понимаете? Сами, полностью, да? То, ну, мы увидим совсем другое, мы почувствуем совсем другое, человек начнет переживать совсем другое, понимаете? А так ему надо все время о чем-то переживать, поэтому и Павел здесь говорит, да? Лука, 12 глава, 32 стих, очень ясно Иисус сказал, знаете, как будто этого нет, как будто это иногда мы читаем только в деяниях, но однажды Иисус про это сказал сам. Представляете, вот как для него, как для проповедника, для человека было тоже сказать людям, вот, ну, вот такие слова. Не бойся, с 32 стиха, не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню, приготовляйте себе влагалище невершающее, сокровище не искудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет, да? И вот, ну, поэтому иногда у нас есть сокровище, и мы вот, ну, привязаны к нему, и ничего как бы с этим не сделаешь. Это не значит, что, ну, все должны продать, принести, вообще не об этом значит. Но кто-то, я так скажу, точно должен это сделать. Вот, и потому что, ну, а как еще достичь мужа совершенного? Вот, поэтому я вижу, что вот в этом смысле, да, Иисус вот этого молодого богача, он вот избавляет от образа этого мира, да, освобождает его, одного тебе не достает. Хочешь быть совершенным? Если хочешь быть совершенным, сделай этот поступок. Он будет глупый, но то, что ты переживешь благодаря этому поступку, ничто никогда не заменит, ну, как бы, да, и, ну, как бы, ты никогда не сможешь почувствовать того, если ты туда не зайдешь, просто. Вот, поэтому, понимаете, это вот, ну, для меня и есть, как бы, полное погружение и отпускание ног, да, и я вот таких христиан вижу. Я вижу таких апостолов, я вижу такого Павла, и, ну, как бы, и вот без этого, да, когда вот этот Павел пришел и жил там, где надо было жить, там, куда его посылали, там, куда его посылал Бог, понимаете, и поэтому я вот вам просто про Раймундо привел этот пример, вот эти вот люди, они в буквальном смысле слова просто вот оторвали свои ноги и пошли. И они там жили вот в этой Мексике на протяжении 8 или 10 лет, он не был пастором, он был просто вот этим человеком. Я как-то вам рассказывал про то, когда, по-моему, когда его хотели убить, он сидел на табуретке, да, и, как бы, людей потом, ну, начались изменения, да, что этот человек как готов был, ну, как бы, вот перед Богом отдать свою жизнь за этих людей и рисковать не только даже своей жизнью, но жизнью своей семьи. Представляете, насколько вот в его отношениях, насколько Бог, и я вам просто скажу, какую организацию Бог сделал потом через него, когда он достиг вот этого мужа совершенного. Потому что, когда он начал Рету, чудеса и знамения прекратились, но пришло такое мощное помазание в слове, в духе, вот, в образе мыслей, вот, что вот эта организация, ну, достигла очень большого количества людей, сделала огромную работу и продолжает делать. Вот, вот, и даже есть определенные какие-то вещи, которые ей тоже, ну, вот, я вижу, что не хватает. Поэтому, римлянам 12 глава, для того, чтобы закончить, я предупреждал вас, что будет долго, но останавливать как-то, что-то отрезать от этой темы я не захотел, поэтому мне вас не жалко, ничего страшного, потерпите, вот, иногда терпите намного худшие вещи, вот. Вот, 12 глава, с 1 стиха. «И так умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная». Всем вам известны стихи, да, но вот в контексте еще раз, как бы, этой проповеди преобразуйтесь обновлением вашего ума, да. Это то, что, вот, ну, действительно, ну, все мы нуждаемся, да, чтобы наш взгляд, наши видения, наши ценности, они вот преобразились, чтобы этот образ вот этого мира, да, и всего того, чтобы нам был заменен на тот образ, на образ Божий, да. И вот, ну, вот, про Иисуса Христа у меня вначале это было написано, что сей есть образ Бога невидимого, да, вот, вот кто есть Иисус. Вот Он во всей своей полноте, поэтому мы Его изучаем, поэтому мы Его разбираем, мы разбираем каждое Его слово, мы разбираем Его интонацию, мы разбираем Его реакции, мы разбираем любую деталь, которая про Него написана, да, потому что она вся, каждая вещь, она составляет Его вот этот образ, да. И ученики, они говорят, наши руки Его трогали, наши глаза Его видели, Он им вот, да, а в Исаии там написано, и не было в Нем ни вида, ни величия, не было ничего, что привлекало бы нас к Нему, да. И вот, ну, вот Он как человек, как вот видимый образ, Он сокрыт, Он тайна, но когда Он преображается, когда мы действительно посвящаем нашей жизни, когда мы ищем Бога, когда мы верим искренне в Евангелие, принимаем Его, мы начинаем видеть этот образ, мы начинаем преображаться в этот образ, мы начинаем видеть меч обаиуда острый, глаза как огонь, лицо как солнце, волосы как, да, и голос Его как шум, многих вот. Аминь.